Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите. Олег Стариков, военный аналитик, на связи. Олег Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Иванович, начать я хочу с самой острой и яркой темы дня. В общем, хотя это уже не дня, да, это вот прям такой период, пласт обсуждения. Мы тоже в наших встречах его касались. У Натальи Масильчук вышел командир, там, боец с позывным Ролла. И, собственно, в эмоциональном ключе начал рассказывать о том, что пора уже 18-20-летних мобилизовать. Мол, ну и студенты, ну и что, ну молодые, ну подумаешь, хватит уже 50-летних дедов на фронт отправлять. Вроде как красиво сказал, но полстраны ужаснулась, полстраны поддержала. Что скажете вы по поводу вот этой информационной проработки мобилизации? Ну я всегда придерживаюсь генеральной стратегической линии выполнения законов Украины. Все комментарии, которые дают военнослужащие, а конкретно сил обороны, должны быть санкционированы непосредственным, а конкретно прямым начальником. А еще, если более точнее, главнокомандующим Бройных сил, а в его отсутствии начальником генерального штаба или первым заместителем. Кроме этих трех должностных лиц, имеют право комментировать, что происходит в правильных силах Украины, еще управление по коммуникациям, а по простому пресс-службам. Все остальные, в принципе, это делают не в рамках законодательства Украины. Это должны знать журналисты. Я не знаю, почему журналисты этих простых вопросов не знают. Поэтому тут ведь цель какая? Если это было по поручению главкома или начальника генштаба, давайте пусть они об этом через пресс-службу скажут, мы будем комментировать. Если это сделано по личной инициативе, пусть я не комментирую тех, кто действует не в рамках законодательства Украины. Хорошо, тогда не будем ролла обсуждать, а, скажем так, стратегию. И то, что он говорит, призыв 18-20-летних, как отразиться на боеспособности ВСУ, нужен ли он сейчас и, собственно, ждать ли его, ну как, в натуре? Ну, опять же, возвращаемся, я вам на ваших каналах, наверное, до войны и во время войны говорил. Стратегия на национальное патриотичное выхование не сработает. Должно быть весь школу патриотичного выхования. И вот мы с ним и столкнулись. Все добровольцы, которые хотели идти на фронт, они уже находятся там, правильно же? А оказывается, что есть граждане, которые не хотят выполнять воинский долг. Ну, не хотят. Но вопрос такой, и как, если их заставляют, тогда толку от них будет намного меньше. Ну, вы уж представьте, опять же, приходит лицо, которое, ну, дело, мотивированный, доброволец, и он выполняет свою задачу. А тех, которые его призвали, насильно. Это одна головная боль для командира. Надеяться на него невозможно, потому что он в любой момент или в плен сдастся, или тому подобное. Первое. И второе, идет разложение личного состава. Помните, я же говорю, как Саакашвили говорил про огурец, кислый огурец и бочку, да, с хорошими огурцами. Вот это как раз тот пример, который один человек может разложить все подразделениями. А подразделениями есть взвод, а взвод рот, ну, и тому подобное. Поэтому, с учетом командиры, на это смотрят с ужасом. Командиры, которые воюют, еще раз говорю, не те, которые находятся в том, я же вижу, что сейчас, чем дальше от войны, от фронта, тем жестче заявление. Вот спросите у командиров, именно не командиров, которые, вы же мне скажете, тоже командир. Да, командир, но надо брать в общем, не конкретно отдельного гражданина Украины, военнослужащего, а в общем плане. Именно то, что говорит генеральный штаб. Поэтому ситуация, это не приведет к ничему хорошему. Раз, второе. Это приведет к большой гибели личного состава, еще раз говорю, большой гибели личного состава. Но за война, никто не думал, что будет вот такая война, континентальная война. Именно война на уровне Второй мировой войны. Это не спецоперация, это настоящая война, российская, украинская война со всеми элементами войны. И на войне должны быть находиться военнослужащие подготовленные. Я же приводил пример из своего личного опыта. Ну, не моего личного опыта, а из опыта моей семьи. Мой отец прибавил себе год и во время Великой Отечественной войны пошел на мобилизацию. Мобилизовался в июле 41-го года. Год прибавил. Не 18 лет, а 18. В июле. Его направили не на фронт, а направили в школу артиллерийцев, наших офицеров. Он год учился. Представьте, с 41-го по 42-й год самые тяжелые бои. Сколько, блин, враг дошел до Москвы, вермахт, дошел до войны. И все равно год учились. Год учились. Значит, следующее. У нас сколько? Четыре недели учатся. Во время, значит, у британцев, я вот, понимая, что эти вопросы будут, я так поинтересовался. У британцев подготовка 20 недель солдата. Солдата 20 недель, это полгода. И то они говорят, это очень мало. А про офицеров, видите, какое-то дали мамлея. То есть, в 42-м году отец его выпустили и дали младшего лейтенанта. Не лейтенанта, а младшего лейтенанта. Поэтому, а солдат готовить надо, как мы в советское время даже готовили, 6 месяцев в учебке. То есть, курс молодого бойца, а сержанта в 6 месяцев. Так вот, а сейчас, с учетом той войны, надо готовить минимум 6 месяцев. Максимум год солдата, солдата. Второе. Где набрать, для солдатами должны командовать офицеры. Насколько я понимаю, почему никто не говорит, что есть проблема в младших офицерах, командира взводов, фронт. Это же тоже огромная проблема. И третье. Военнослужащие, то есть, те, которые призовут неподготовленные, они попадут в право, они погибнут. Поэтому и родители, зная это, делают все возможное, чтобы очень 17-летних вывозить всех за границу. Вот теперь возникает вопрос на геополитическом уровне, на нашем, украинском, на большом уровне. У нас война справедливая, освободительная. А почему народ бежит? Значит, что-то происходит не то, связанное с своей властью. Ладь, значит, что-то не то делает. А почему народ бежит? Давайте так поразмышляем. Я просто тоже задумывался над этим. Я вспоминаю, когда, ну вот, буквально там, не знаю, в соседнем населенном пункте уже, как бы, были войска Российской Федерации. Да, вот это, ну, начало, период начала, скажем так, большой российско-украинской войны. И народ там, вот, были те, кто собирался и отправлялся дальше на Запад, да, то есть, раньше, по мере продвижения противника, приближения его к, ну, я имею в виду, мирных людей. И они, как бы, вот эти люди, они вот, некоторые ожидали до последнего, некоторые, как бы, оставались, ну, там разная мотивация. Меня вот интересует вот сам процесс, когда вот принимается решение брать и уезжать. Я просто так вот пришел к выводу, что уезжают же не от, там, даже не столько, вот, на передовой, понятно, там, Авдеевки нет, да, вот, ну, сейчас мы поговорим об этом во всем. Уезжают не столько от снарядов, обстрелов, а от людей уезжают. То есть, как бы, солдаты, да, идут, как бы, и мирные, как бы, ну, эвакуируются. Ну, то есть, вот, вот такой. А тут получается, что мирные, да, вот, эвакуируются, как бы, из тыла. Вот это вот очень интересная тема, я бы хотел ваши мысли услышать по этому поводу. Ну, опять же, все зависит от того, как человек, конкретный человек воспринимает российско-украинскую войну. Вот, воспринимаю, одни воюют, воюет вся страна, но, воюет вся страна, но на линии боевого соприкосновения находятся мотивированные, даже находятся мотивированные военнослужащие. То есть, кто ведет боевые действия. Не могут все воевать. Ну, не могут, не могут все воевать. Ну, во-первых, страна должна жить, страна должна обеспечивать, помогать фронту, страна должна обеспечивать экономику. Ну, это ж не только производство дронов, оружия и то подобное, но есть и много разных сфер. Жилищно-коммунальный комплекс, он должен работать, должен, правильно же. Школы должны работать, университеты должны работать, подготавливать, опять же, подготавливать молодое пополнение, которое будет, пойдет уже на, ну, поднимать экономику после окончания войны. Это ж надо. Так в итоге, тут ведь надо же как-то спланировать или воюем до того, что, когда война закончится, а кто будет восстанавливать все. На войне потери есть. И безвозвратные, и санитарные потери. Очень серьезные есть. Потому что, естественно, никто об этом не говорит, и я тоже на войне, те цифры, которые приводят, они все ясны, что они какие. Если главком в комментариях заявил, что 100 тысяч погибло, а Генштаб дает 300 тысяч, так вот вопрос, это в три раза больше, представляете? А другие там вообще дают такие цифры. А реально, потому что все это видят. Поэтому ситуация такая, все находится… Знаете, я всегда говорю, самая основная проблема не в людях, а в начальниках. Когда я служил, я когда служил… Начальники не люди, да? Нет, нет, я говорю, не в людях, не в подчиненных. Я к чему говорю? Когда служил, и вот инспекция, а почему вот то-то, то-то, то-то? Да у нас подчиненные плохие, вот подчиненный плохой. Не-не, подожди, дорогой. Если ты командир, если ты начальник, ты отвечаешь за это подразделение, то виноват… Все, все, основная проблема в управлении. Поэтому может быть, опять же, власть, начальников, власть, когда… Все зависит, опять же, говорит, от управления. А думать не о стратегии, а о тактике взводно-родным мышления, вот многих не нравится, а я об этом буду говорить. Пока не преодолеем, не вырастим из взводно-родного мышления, из тактического, хотя бы в оперативного, вот такая ситуация и дальше будет продолжаться. К большим сожалению, с гибелью личного состава. Надо расти, власти надо расти. А она все думает, что все это так. Мы сказали, и кто-то будет делать. Ни фига не будет делать. И последний тезис, о которой, что как решить, как решить эту проблему. Я предлагаю, как решить. Я же не зря про лазь говорю, решить. Только личный пример. Личный пример. Привожу. Я же приводил пример. Я еще раз привожу. Верховная Рада вешает табличку. Все ушли на фронт. Стефанчук, комбат. С коллегами-то, колыжанками. Одеваются. Идут штурмовые подразделения. Личный пример. И тогда все увидят. Ага. Следующий. Кобмин. Так же самое. Потом кто еще там. Ну и дальше по органам власти. И когда увидят люди, что действительно воюет не только народ, а воюет и власть, которые погибают. Погибают на фронтах. Которые, знаешь, что такое окопы. Вы окопы видели, что в окопах сейчас происходит? Видели, да? Что такое? Вот они там где-то. Неделечку, недельку там побудут. Недельку, да? Знаете, как мы еще до войны говорили. Ну и сейчас в принципе всегда говорят. А как снаряд 152 миллиметра взрывается? Ну он как? Думали он взорвется. Он как этот, да. Поэтому вот как пару раз возле, как это. Тогда сразу же мозги встанут на место. Поэтому без личного примера мы эту проблему не решим. Если кто-то сейчас скажет, не личный пример, вот тут говорит личный пример. Ну во-первых, я уже, мне 63 года. Я полностью уже, если молодые будут сидеть, заседать и бронь взяли. А такие как мы пойдем, это уже будет вообще, это со всеми заболеваниями, которые есть. Он говорил, вот тот офицер, о котором вы говорите, что дедов понабирали, они пришли, у них то сердце, то инсульты, то инфарты, то он ходить не может, потому что по 5-6 таблеток в день ему надо пить. И еда соответствующая. Поэтому здесь только должны быть, опять же, личный пример и без всяких этих. А то сидя там форму одели такую военную, военизированные, и что-то там кнопки нажимать. Не, нифига, на фронт, на фронт. Ну, по поводу того, что где взрывается, расходится видео, наверное, вам тоже попадалось, применение РКБ-500, да, то есть кассетные боеприпасы, применяется российской армией на Времьевском выступе, там, где мы продвинулись вперед в ходе вот этого наступления. Где наши кассетные боеприпасы? Их буквально не, ну... Применяется. Какая-то вот интересная, какая-то вот этот переход вот этого боя, на поле боя. Не, не, все применяется. Вот те кассетные боеприпасы, что дали нам наши партнеры, они как принимают, например, ну, я тактику расскажу, чтобы было понятно. Идут штормовые подразделения, противник занял, занял что-то, да. После этого наши отходят, наносятся кассетными, опять же, кассетами удары, а от кассет где-то 90% ранений, там очень много ранений. И поэтому они откатываются, а потом наши занимают подразделения. Сейчас уже что они придумывают? Они уже начали говорить, что необходимо подумать, как от этой тактики действий защититься. Потому что реально невозможно пройти. Ну, сразу он накрывает большую площадь, и в окопе-то не справедливо, что он в окопах попадает. Так они уже начали придумывать, я так увидите, наверное, в ближайшее время им это будет. Когда вот, например, если наши отошли, да, ну, у нас понятие такое мобильная оборона, туда-сюда вот мобильная оборона. То они говорят, необходимо подготовить такие доты, уже готовые доты, да. И вот как только отошли, есть где-то 4-5 часов вот этого времени, чтобы, ну, пока как без времени такое. И за это время инженерная техника подгоняет, туда ставит. И потом уже, когда идут удары кассетными боеприпасами, противник находится в дотах. Это вот один из элементов вот этой войны, новой войны. Это не только беспилотники сделали революцию, но и применение кассетных боеприпасов, то же самое. И конвенция запрещена, но тоже надо как-то принимать решение вот таким способом. Кстати, мы тоже можем это таким способом оберегать своих военнослужащих по применению кассетных боеприпасов. Просто логика в чем применение на временском выступе россиянами вот этой бомбы кассетной? Это чтобы нас отогнать назад? Да, да. Суть такая. Или остановить продвижение вперед? Вот такое. Хорошо, сейчас вы поймете. Дело в том, что в настоящее время на линии боевого соприкосновения есть очень такие серьезные проблемные участки для нас. Серьезные. А есть, ведутся так, как, но не вялое текущее, не боевые действия, но они связаны так называемой смедленной обороны. То есть мобильной обороны. Фронт там колышется. Сто метров туда, сто метров назад. Сто метров туда, сто. Вот вы говорите на том участке, вот как раз там фронт колышется. Он не главный, но он там колышется. И поэтому применение там, что делает противник? У него сейчас самая основная задача отогнать нас с тех позиций, где мы заняли во время наступления. На время наступления. А эти позиции, они находятся наверху, на холмах. Потому что линия, первая линия обороны, первый шалон обороны, строился на холмах. А если сейчас задача такая, отогнать, как только вниз на низины у них получится, то реально нашим придется отходить туда, откуда мы и наступали. Для этого сейчас ведется активное боевое действие, чтобы выгрызли кусок, чтобы назад наши отошли и результаты прибыли сведены к нулю. Вот, вот, чем самый основной смысл. Поэтому и приведет применение кассетных. Но дело в том, что так же самое и позеркальное. Они и раньше применяли, но в большом количестве нет. Ну, сейчас, наверное, со складов подняли, просто в авиационных бомбах там много. А авиационных бомб очень много. Там навалом. Как и зенитных ракет тоже очень много. Там они хранились, они не применялись. Из 200, из 300 именно ракет. Так же самое вот авиационных бомб. Как такие и глубинные, и бункерные, и кассетные. Там количество огромное. Все, что успешно применяют в СССР, россияне сразу перенимают и применяют против нас. Нужно четко понимать, что война идет не с голодранцами или армией бомжей. Это хорошо обученная армия с большим человеческим ресурсом. Говорит сегодня спикер командования сухопутных войск ФИТЁ. Прям как Стариков говорит в наших встречах. Я же, вы помните, я всегда говорил, недооценка противника приводит к поражению. Летняя военная кампания 23-го года показала, что недооценка привела к тем ситуациям, которые есть. Она не к поражению привела, но к недостижению тех результатов, которые были поставлены. Вот что самое опасное. Поэтому, слава Богу, что генеральный штаб, я так понимаю, сейчас будет проведена в декабре, сейчас собираются материалы, будет проведена коллегия, расширенная коллегия Минобороны. Кстати, как и в России, так у нас может расширенная коллегия. Ставки Верховного Главнокомандования у нас будет. И начальник Генштаба или главком будет докладывать о проблемах, которые есть. И сейчас я скажу слово, которое очень важно. И ставить задачу высшему политическому руководству о том, что они должны обеспечить Бройным силам Украины для решения задач в летней военной кампании 24-го года. Еще раз говорю, не просить, а ставить задачу. Вот это слово я говорю сознательно. Потому что обороной страны, отвечает за оборону страны, кабинет министров и политическое руководство. А Збройные силы ведут боевые действия. Если государство не обеспечило Збройными силами всем необходимым для ведения боевых действий, и требуется Збройных сил это, нету, нету, как ты потребуешь эти, ты не обеспечил. Вот эти так называемые стандарты НАТО. Олег Иванович, горлышко в Авдеевке все уже. Об этом говорят и в Институте изучения войны, и говорят другие, скажем так, источники западной прессе. Какая ситуация там сейчас и, ну вот как вы видите, потому что есть там сообщения разные, их очень тяжело проверить, там нужно ждать только официальные сообщения Генштаба, но они, понятно, опаздывают на несколько суток по объективным причинам. Так просто верифицированная информация подается. Ну, в общем, проблемы в промке, и как бы промку Авдеевскую сейчас там утюжат крепко и пытаются выдавить ВСО именно оттуда. Кто-то говорит, что удалось, кто-то говорит, что не все так однозначно, идут тяжелые бои, поэтому есть и шанс выстоять. Но горлышко уже. Какой сценарий развития событий видите вы? Ну, горлышко не только уже, оно и шире становится. А раз оно шире, то нам приходится перебрасывать туда резервы. Действительно, вот Авдеевский участок, Купинский участок, это самые два серьезных, где ведутся самые серьезные бои. Купинский даже чуть-чуть меньше. А Авдеевке, почему? Потому что само по себе противник сейчас перехватывает стратегическую инициативу. Я не говорю уже перехватил, я говорю перехватывает стратегическую инициативу. Но с учетом того, что мы уже проводим оборонительную операцию в Авдеевке, значит, наше контрнаступление остановится. Не может быть наступление и оборона одновременно. Ну, не может быть. Вы же понимаете, не может. Или наступление, или оборона. Вот они сейчас, в принципе, они перехватывают. На этом участке перехватывают, на Купинском перехватывают, на Бахмуте и вот на юге. Там пока идут такие взаимные контрнаступления, встречные бои. Поэтому суть какая. Ардеевский гарнизон, личный состав, там морально-психологическое состояние очень высокое. Слава Богу, это настолько высокое. И нынешняя война показывает, если солдат имеет стойкость, то захватить территорию, захватить взводный опорный пункт, ротный опорный пункт является огромнейшей проблемой. Поэтому, опять же, я первый сказал, высокий уровень морально-психологического состояния. Но противник накопил на тех участках, кстати, он на каждом участке, вот таком, накопил примерно от 50 до 60 тысяч человек. То есть армию, армию со всеми штатным вооружением. Так вот, это что они делают? Они сначала, на начальном этапе шли по флангам. То есть северный и южный фас пытались взять. Сейчас, кстати, к степовому подходят. Подходят, подходят. Еще не подошли, но идут бои там возле степовой. А что это означает? Это на Северном фасе, идут, дальше уходят. Они через Алдейский Коксахим, там очень серьезный укрепрайон. Они его просто обходят и таким способом расширяют, опять же, зону, где мы должны применять свои резервы. В позиционной войне основную роль играют резервы и наличие резервов. Так вот, нам приходится снимать с отдельных участков, с отдельных направлений свои резервы и прибрасывать туда для того, чтобы перекрыть то направление. Поэтому на южном фасе, там вот эти песчаный карьер, кажется так, если мне карта перед глазами нет, но песчаный карьер, они потихоньку идут, там ставки. А на Северном фасе сейчас обходят Авдеевку, именно идут до Степовой и потом пойдут уже атаковать именно Авдеевский укрепрайон. Не с одного места, а с многих мест. Это первый. Это Северный и Южный фас. Действительно, если брать от песчаного карьера до Террикона, 8,5-9 километров. А основная дорога, которая логистическая, это идет через Ласточкино, берегичи, вот эта дорога, вот она находится под огневым контролем. Что это означает? Это означает, что то, что перебрасывается нам и вывозится, и перебрасывается в укрепрайон, подвергается огневому воздействию и не каждая машина и дойдет. Сейчас противник накопил на том участке, в принципе, они несут дроны, начали применять как ударные, так и разведывательные. Вы в режиме 2.4 на 7, то есть они круглосуточно висят, разведывательные, и круглосуточно висит и ударный дрон. Как если машина идет, начинает по ней воздействие. Поэтому это тоже дополнительные потери. Но, но, а вот вы меня спросили, именно это в лоб, это получается, это шли в лоб, и там, ну, по разным данным, в основном данные какие? Берется осинт-анализ, если, например, видео есть, и сразу проверяется, откуда это видео. А Генштаб почему дает через 2-3 дня? Потому что в любой момент фронт гибкий, он так живет, он туда-сюда, поэтому они данные дают, чтобы дали, а вдруг получится, что, ну, ситуация сразу меняется. Поэтому серую зону не дают, дают или красную зону, или синюю, ну, красную, понятно, да? Поэтому ситуация, в лоб пошли, и даже уже есть видео, что они использовали так раньше танки, помните танки, они такие, танки-камикадзе, да, было? А сейчас уже бронемашины камикадзе, уже видео такое есть, что солдатик какой-то ее вел, потом выбежал, а машины камикадзе, там, я говорю, тонн, наверное, 5, наверное, взрывчатки, это 3 метра, взорвались, для того, чтобы разрушать укрепрайоны. Поэтому используют все имеющееся у них конвенциальное оружие, даже чуть-чуть и больше. Вот эти фабы, вы сказали, с кассетными беппасами, с 500-1500, поэтому сейчас идет, первое дело, идет разрушение оборонительных сооружений, потом идут удары огнеметами, а потом уже и авиации. После идет пехота, нет кого-то, если кто-то отстреливается, обратно отходят, и дальше идет подавление. Поэтому медленно, но очень серьезно, и ресурсов у них хватает. Сразу говорю, ресурсов оперативных из радиоэзерковых резервов у них на каждое направление выделено достаточно. Подготовлено ли они оно или нет, вот я как первый вопрос отвечал, это отдельный вопрос, отдельная тема. Но то, что у них оно есть, они могут дыры, по крайней мере, на второстепенных участках закрыть и перебросить туда на основные участки военнослужащих, которые имеют опыт ведения боев, то это действительно такое есть. Сегодня Гуменюк сказала, что отодвинули на 3-8 километров от берега, в этих херсонских плацдармах, поэтому минометы не достают до правого берега противника. То есть, настолько отодвинули. Ну, такое заявление достаточно оптимистичное и яркое. Это получается, что правый берег будут обстреливать меньше? Нет, суть в другом. Дело в том, что сейчас на херсонском направлении задачу выполняет морская пехота. А раз морская пехота, у нее задача взять плацдарм. Вот сейчас три плацдарма есть, один возле крынок, там более серьезно, о чем она говорит про крынок, крынки, а потом лешки, мосты и тому подобное. Ну, и сейчас я понимаю больше про крынки. Дело в том, что выполнение боевых задач, именно операции по форсированию водных преград, это самое тяжелое, что только есть в военном искусстве. Это тяжелейшее, что только есть. Почему? Потому что, во-первых, надо обеспечить то, что ты войска, может, переведешь туда. Ну, войска перейдут, да. Но а как организовать логистику? Вот когда про Экдеевку говорили, про дорогу, вот это логистика. А как ты через реку это перебросишь? Понтонные мосты. Понтонные мосты, естественно, будут уничтожаться с помощью тех же фабов, о которых мы уже с вами говорили, или артиллерийскими снарядами. У них и тоже есть Краснополь, это высокоточные снаряды. Поэтому надеяться на понтонные мосты тоже нельзя. А если, например, подразделение перешло, а не будет, ну, подразделение уже уровня, например, бригады. Ему надо, ну, представьте, бригаде, чтобы воевать, ей необходимо в день, ну, так, чуть-чуть, да, уже отойду в сторону, чтобы понимали, два, две цистерны вот 60-тонных дизеля на технику. Вот, представьте, две цистерны, вот, не маленькая, там, 7-тонная или 6-тонная такая машинка, да, бензозаправщик, а две 120 тонн, я вот до войны еще так считал, примерно, считали с половиками, сколько это примерно для батальона. Для батальона это, говорю, а не для бригады. А для бригады, если 4 батальона, представьте, сколько это дизеля, надо перевести дизеля, не говоря уже о боекомплекте и тому подобное, а питание. Каждый солдат кушает примерно 3 литра воды и 3 килограмма еды. Вот посчитайте, 3 тысячи, умножайте на эти суммы, сколько килограммов, килограммов надо туда перевести, а моторными лодками ты это не перевезешь. Поэтому самое основное – это перевоз, именно перевоз, вот, доставка, доставка, вот, обеспечение логистических путей. Поэтому я на это, то есть я сейчас смотрю, мне интересно, как наше командование будет решать эту проблему, именно обеспечение логистических путей, именно обеспечение, как это все будет происходить. Потому что если получится, что будет, по крайней мере, переведен батальон, то это уже будет говорить именно батальон с техникой, механизированной. Это будет говорить очень важно. И последний тезис, очень важно. До тех пор, пока нога солдата, пехотинца, то есть в нашем понимании сухопутных войск, не ступит на территорию, оккупированную территорию, не ступит, там не окопается и там не будет выполнять задачи, эта территория пока еще не освобождена. То есть вот сейчас морская, вот этот плацдарм, который говорим, да, этот плацдарм, но он временный. То есть это силы спецоперации, но он временный. Поэтому вот я же не трагерил, вот переброс, когда начнутся перебросы пехотинцев, тогда это уже будет наш. А это пока временная задача, ну посмотрим, как она будет. Но будем надеяться, что наши командиры и наши штабы смогут организовать эту сложнейшую операцию, которая вообще-то есть, которые не могут проводить, не могут проводить в принципе в большинстве армий мира. Это самое тяжелое, что только есть. Это форсирование обводных проблем. ВМС сегодня заявила, что все военные корабли Российской Федерации ушли от Крыма и из Азовского моря. Очень яркое заявление с инфографикой, что вот смотрите, было столько кораблей, а везде теперь и нули. Это какой-то, ну, маневр? Или как бы Байден и Си Цзиньпин все-таки о чем-то договорились? Нет, это дело в том, что пока они не отработали систему противодронной, имеются морские дроны, подводные дроны, а также борьба с крылатыми ракетами. Это еще не обеспечено, не построили систему противовоздушной обороны. Систему именно на территории Автономной Республики Крым, да, а именно на территории, а в море, что-то, я так понял, у них не получается, хотя они уже начали нести дежурство авиации. Авиация, ну, морская авиация, которая контролирует, которая в состоянии уничтожать крылатые ракеты. Крылатые ракеты легко уничтожат именно авиации, потому что они медленно летят. Ну, 8 маха не летят, их видно. А, естественно, земли их не видно, именно система ПВО, которая стоит на земле, она их не видит, потому что она летит низко. И по его расчету где-то 2 минуты он не успевает сработать, потому что когда ракета заходит, а земля-то круглая, да, он раз появился, они просто не успевают его избивать. Поэтому и авиацию поднимают. Поэтому, ну, сейчас уже А-50, вот это ДРЛО, то же самое несет боевый дежурство. Ну, суд в том, что если это действительно так, то они просто отошли и сейчас принимают решение, как организовать именно морскую защиту севастопольской базы и, ну, все, что-то с этим связано. Поэтому, я так думаю, это только время. На уходящей неделе особенно, ну, скажем так, тревожно стало после то ли шутки, то ли какого-то, скажем так, ну, в общем, комментария Романа Костенко по поводу того, что у нас есть армия Залужного, армия Сырского, контроль там каких-то, ну, условно, подразделений, вот он как-то непрямой. В общем, нужно, чтобы было единое началие, а не вот это вот все, да, как бы полушутя, полусерьезно говорит Костенко. Как вы видите эту проблему? Есть ли она, существует ли? И вот на ваш взгляд, есть ли какие-то, ну, давайте так, не то что разночтения, назовем это словом конкуренция между Залужным, Сырским или вообще, в принципе, в среде генералов? Ну, во-первых, что значит конкуренция? Армия – это единое начальное. Есть верховный, есть верховный главнокомандующий, которому подчиняется главнокомандующий. Это один из способов демократичного цивильного контроля над военной организацией. Военную организацию надо контролировать с помощью демократичного цивильного контроля. Это основа, это первая. И жесткая вертикальная интегрированность, которая построена на едином начале и построена на воинской дисциплине. Есть главком, есть командующие видов, родов войск, есть начальные генштабы. Все подчиняются самому высшему военному должностному лицу. Это вбивается в голову, начиная от курсантов, курсантов военно-училища. До бойца, когда поступают в военное училище, сейчас в академию. И заканчивая высших воинских званий. Поэтому военные сами по себе, у них нет в голове, что пытаются отдельные непонятные политики. Они думают, что военные там какой-то… Военные есть начальник, все. Вот командиры, вот командирую подчинять. Никаких у них хунты там… То есть никакой политической деятельностью заниматься не будут, потому что в армии запрещена политическая деятельность. Опять же… Ну, смотрите, какая же… Вот да, вот мы с этого начинали, и это прям очень важно. Выходит подоляк и говорит, надо, чтобы военные рассказывали и комментировали мобилизацию. Потому что вот нужно говорить, что не просто там обучение есть. Мы говорим, что все хорошо с мобилизацией, но мы же видим, какие инциденты случаются. Поэтому нужно по-другому говорить. Это вот был комментарий Венеславского по поводу 1%. Помните, там у нас 1-5% только уклонисты, все остальные идут сами. Ну, вот так. А ему как бы подоляк говорит, надо, чтобы военные говорили. А говорящий военный, ну там на экране, да, это ведь не только там пользователь TikTok, который рассказывает там о себе. Это уже, ну, скажем так, заявка на какое-то влияние, которое не совсем, скажем так, выгодно власти. Вот как понять? Вот понимаете, в чем дело? Я понимаю вашу позицию, да, что, ну, может, там как бы все изменилось, понимаете? Да нет, ну, как там? Вряд ли санкционировано, можно сказать, там, прийти к военному и приказать ему рассказывать, что мобилизация это хорошо. Давайте 18-летних, 16-летних, женщин, собак и всех мобилизируем. Еще раз, я же, есть законодательство, которое определяет. Вот, к большому сожалению, кто комментирует, я говорю, власть должна обратить внимание на себя, выполнять работы в рамке законодательства Украины. Нельзя военных втягивать, втягивать. Они не будут. Что, генерал Залужник когда-то говорил про свои политические амбиции? Так он вообще не об амбициях. Конечно, он вообще никто его не слышал. Он даже о мобилизации не говорил. Все кто угодно говорил, а он не говорил. Почему? Ни он, ни зам главкома, ни начальник генштаба, они никто об этом не говорят, потому что занимаются совершенно другими вопросами. А политики пытаются втянуть. Но, слава Богу, что, опять же, военные, высшие военные понимают, что, они же заканчивали училище, академии с отличием. Они понимают, что это такое. Это первое. Второе. Военные, опять же, если человек не знает, что сказать, а тем более в этой ситуации, уж лучше пусть он и вообще ничего не знает. Роман Костенко, да, он секретарь комитета. Но если вы правильно сказали, может, пошутим. Я тоже это воспринял как шутку. Я тоже, честно говоря, воспринял как шутку. Но, а потом ведь сразу же говорю, ага, он ведь должностное лицо. Правильно? А должностное лицо каждого слова, оно это не шутка. Это как бы политическое заявление. Он ведь депутат. Если бы он сказал, я вот, особо, моя думка, я вот так, да, это, а не как секрет. Вот некоторые депутаты правильно делают. Ты говоришь, это мое особисто, а я вот как депутат, я думаю по-другому. То есть, как политик, думаю по-другому. Поэтому в нынешней ситуации необходимо, я еще раз обращаюсь к высшему военному руководству. Дайте директиву или дайте распоряжение. Дайте войска, дайте распоряжение. Что никто не имеет права, люди в погонах, кто подчиняется, например, сбройным силам. Это ничего комментируют. Ну, дайте, если кто это будет комментировать, будет подвергнут дисциплинарному или административному наказанию. Ну, это, а я спрашивал, я у военных спрашивал, почему такое не. Там может быть у них времени, то есть руки до этого не доходят. Ну, а это сейчас превращается в проблему, это же превращается в проблему уже национальной безопасности. Правильно, что это все, да, это проблема национальной безопасности. Поэтому здесь уже должны дойти руки, уже начальник генштаба должен дать команду соответствующую своему главному управлению, чтобы подготовили соответствующий документ директивный, и главком подписалось, и не спустили, и все, и все замолчали. Сразу же все, тут же все замолчат, потому что это будет дисциплинарно, ну и дальше ответственность. Или, например, будет сказано, мы имеем право от имени отбровенных сил говорить, раз, два, три, четыре, все, вот, например, столько-то людей. И мы их тогда слушаем, мы тогда понимаем это мнение главкома, потому что вот те люди, те военные, которые говорят в телевизоре, ну, говорят или на ютубе, или в телевизоре, а какое-то свое мнение, граждане Украины воспринимают это как мнение главкома, как мнение генерального штаба. Вот в чем проблема. Ну да, а этого мнения мы, по сути, и не знаем. Да, да. Ну, как бы идет, заложный пойдет на выборы. Ну, хорошо, пускай выходит, говорит, будут выборы, я пойду, но выборов нет. Ну, как он пойдет, если он военнослужащий? Ему надо уволиться. Ему надо подать заявление об отставке. Как он пойдет, у него, он только третий год на должности. А вообще-то 48 месяцев по стандарту надо. Ну, так погодите, а как вообще вот это, ну, это прям очень важный момент, да, там, замглавы внешней разведки уволили, стилы специальных операций командующие, мы это с вами обсуждали, тоже уволили. Вот во время войны, ведь это же, ну, скажем так, опасно проводить такие перестановки, или они необходимы? Все, если не знаешь, как поступать, поступай по закону. В законодательстве все написано, как назначается, как он, меня вот больше всего в этой ситуации, знаете, что бесит, вот реально бесит. Зачем вы его увольняетесь, зачем вы его назначали, если вы будете увольнять? Тогда получается, что при назначении никто не проводил все процедуры изучения, не прошел, и кто-то его туда всунул. Ну, я вот это, зачем тогда назначать? Мы имеем право на ошибку, не должно быть в секторе обороны безопасности лозунга право на ошибку. Милованов пришел, шесть месяцев побыл, что-то ушел, и все, и забыли, где он там шарится, ну, какие-то он все, видите, как вот, то в Украинской обороны, все на жирных местах. Да, я так вижу, наши стратегические партнеры любят вот таких людей, которые вообще никто в жизни, а его что-то вечно, кто-то им как-то доверяет, а почему другим не доверяют, а только им доверяют. Ну, ладно, эта тема такая. Так вот, в секторе обороны безопасности есть процедуры, процедуры, если ты назначил 48 месяцев, ты его снимать не имеешь права. А если снимаешь, выходишь и говоришь, уважаемые граждане Украины, при назначении я лично совершил ошибку, я не это, а в связи с тем, что я совершил ошибку, я его волю, но в связи с этим я пишу рапорт об отставке сам. Все, тогда будет понятно, политическое решение. А то, я, получается, я начальник, ты дурак? Или я что хочу, то и ворочу? Нет, это так не пойдет, это можно там было где-то, знаете, там, среди артистов что-то там крутить, вертеть, там, э, вот это главный будет артист, этот ведущая роль, а тут нет, тут люди, у людей карьера, люди растут, люди поступали в военноучилище для того, чтобы, кстати, получить воинское звание, должности, это карьера, это карьерные военные, вот есть карьерные дипломаты, да, есть военные все карьерные, вы спросили конкуренции? Конкуренция всегда есть, но конкуренция идет в рамках выполнения своих служебных обязанностей, успехов, и когда от тебя видят, что ты реально, потом, когда подойдет твоя очередь, аттестация, на тебя напишут аттестацию, готовы на выдвижение на вышестоящую должность, всего и тебя аттестуют и назначат на вышестоящую должность, вот это идет, а то получается так, знаете, мы как все смеялись, вывод в аттестации, полностью выжил из ума, не способен самостоятельно принимать решение, вывод, достоин выдвижения на вышестоящую должность, вот так что ли, вы к этому пришли? Ну, достоин же, Олег Иванович, я это сказал в общем, в общем, что происходит в кадровой работе при отдельных назначениях. Олег Иванович, Байден, поддерживая Украину, мы удерживаем американские войска от участия в войне. Как понимать Байдена? Ну, что он признает, что, что он признает? Мне даже страшно эти слова сказать, мне страшно сказать, а ты сейчас как розовый пони на меня нападут, но это Байден сказал, дожились. Поэтому в итоге так оно, наверное, есть. И вот то, что произошло во время встречи председателя России и президента Байдена, там что-то произошло такое, которое, опять же, мы узнаем, ну, естественно, мы узнаем через месяц, два, но там что-то серьезное произошло, очень, и это можно, ну, тут политологи, методологи это комментируют, но я вижу в реальном, как пойдет вооружение, вот как эти вооружения, во-первых, вопросы связаны с социальными, социальными вопросами, социальными и все, что социалкой. Если деньги пойдут, фу, вздохнулись, это уже более-менее нормально. А потом второй этап уже вооружение, потому что если будет развал социалки, это уже, считайте, государство не будет, потому что вооружение, поэтому второй этап вооружения, в каком объеме пойдет. И следующее надо обращать, надо внимание, я что-то не вижу, что наши, те, кто отвечает за оборону страны, очень активно ездили по, ну, по столицам, которые являются нашими стратегическими партнерами. Ну, я конкретно имею в виду министр обороны, он это отвечает, ну, в Кабмине, в Кабмине отвечает, естественно, Кабмин, это же коллективный орган, да, Кабмин, а курирующий конкретно министр обороны. Поэтому я что-то не вижу, может он где-то тайно выезжает, какие-то тайные переговоры ведет, тогда вооружение скоро поступит, да. Кстати, в мире действительно по 155 миллиметров, 152 миллиметра снаряды, это огромный дефицит. Доллары есть, деньги есть, товара нету, товара нету. Но есть вот еще другой момент, вы же понимаете, ну, я так зрителям говорю, что все, что связано с линией военно-технического сотрудничества, ну, это торговля оружием, всегда контролируется только внешняя разведка, ну, конкретно ЦРУ, там, МИ-6, служба внешней разведки Российской Федерации и тому подобное. Так вот, Россия на корню скупает все, что есть, скупает по любым ценам. А раз она скупает по любым ценам, значит, оно, если где-то какие-то запасы есть, то к нам оно не может подойти. А заводы не строят, заводы-то не строят. Вот сейчас в Европейском Союзе в одной стране один инвестор строит завод, вот строит завод именно, пастронный и тому подобное. Так я и выходит и просит меня найти человека, который мог бы стать тем, кто, ну, инвестором частным, ну, с государством не хотят работать, частный инвестор, все. То я, блин, и обратиться не к кому. А кому обращаюсь, те не хотят, понимаете? Это такая ситуация, что понимаешь, что это, опять же, на уровне Европейского Союза, это именно правительство Соединенных Штатов Америки делает. А все равно и боятся, или не знаю, что. Ну, ситуация такая, посмотрим, что дальше будет. Но заводов нет, заводов нет, а пока раскачегарятся, построят заводы, может война закончиться. Куда они эти патроны, куда они патроны, снаряды будут делать. Поэтому инвестора, извините, да, инвеститоры, помните, как отдельно при власти были, эти инвеститоры не хотят вкладывать деньги. Вот они, никто, бизнес особо в это не верит. Большинство лидеров стран ЕС охвачены военным психозом и думают, что они играют в компьютерную игру Fortnite. По какой-то таинственной причине думают, что поставки оружия – это способ заключить мир. Нам ясно, что нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь затянут войну. И чем дольше будет продолжаться она, тем больше людей погибнет и тем больше будет разрушений. Эти слова Петра Сиярта, представителя МИД Венгрии. Понятно, что там он высказывает позицию, собственно, своей страны, но он комментирует военный психоз в ЕС. Погодите, а если это военный психоз и для стран, столиц Европейского Союза, все то, что происходит здесь, как компьютерная игра, то получается, что Байден как бы прагматик, а у этих психоз. Вот такие партнеры у нас. Байден выставляет нас вперед, чтобы не выставлять свою армию, а там немножко помешались в ЕС на военной тематике. Странная диспозиция, Олег Иванович. Не, ну, министр иностранных дел имеет свою точку зрения, оно и высказывает. Но тут ситуация другая. К большому сожалению, уровень политиков в ЕС сейчас, в настоящее время, очень низкий. И пришли именно люди не стратегического уровня, а чуть-чуть поменьше. Поэтому больше, знаете, как... Я вот все удивлялся до недавнего времени, когда Байдена, именно американцы, американцы называли леваком, чуть ли не коммунистом. Я не очень понимал, почему, какой он коммунист? Не, ну, назвали коммунистом. А потом, говорит, а вот деньги дают, сколько денег распечатал после ковида, это только коммунисты бесплатно деньги раздают, ну и тому подобное. Кстати, видели, что вот когда показывают кадры из Америки, там раз, приходят, товары забирают с супермаркета, вы уходят, не платят за них. Я думаю, что это такое? Позвонил своим друзьям в штаты, кстати, нашим, которые уехали туда. Говорит, да, действительно есть. Если товар взято на 999 долларов, то страховая компания возмещает универсал. А это что означает? Это означает коммунизм. Именно в том понимании, как американцы. Они же надо что-то коммунизм. Поэтому ситуация очень... Они все леваки, а раз леваки, это больше связано с их идеологией. Вот вы не задумывались, почему в Европе очень большинство поддерживает палестинцев? И в Америке, и в Палестине. Ну, конечно, принято считать, что это многие эмигранты из арабских стран. А Грета Тунберг, которая главная, да? Может, в крови у Греты Тунберг есть... Нет, так я к чему говорю? Это леваки. То есть, это идеология, которая вот эта трансна... Вот все, что связано с этим гендерным каким-то там вот этим... Всем, что происходит, это левакское все-таки. А по-большому это троцкизм такой. Троцкизм такой. Коммунистический интернационал, только он в другом виде. Поэтому, я так думаю, после выборов... Видите, сейчас выборы происходят. Сейчас к власти будут приходить правые. А правые уже они будут... Правые именно националисты, которые будут замыкаться в себе. Вот замыкаться, замыкаться. И каждое государство будет именно направлено вовнутрь, а не вовне. И, к большому сожалению, это будет для нас не очень тяжело. Поэтому сейчас что нам необходимо делать? Помните, я вам всегда на вашей передаче говорил. У нас самая основная задача – работать в глобальном юге. Помните? Глобальный юг, глобальный юг. А тут приезжают. Ван И приезжал. Потом африканцы приезжали. Все в белых рубашках, в галстучках такие. Ну, все это. А мы их встречали не по дипломатическому этикету. Министр наших иностранных дел в этих коричневых штиблетах, а иногда и без носок. Ну, и то подобное. Они все это замечают. Это глобальный юг. Это консерваторы. Они на это смотрят. А сейчас проблема глобальным югом. Проблема. Поэтому нашему президенту для того, чтобы выйти с этого проблемы, необходимо укреплять кадровый потенциал. Если не будет укрепления кадрового потенциала, к большому сожалению, будут большие проблемы. Я имею в виду по линии экономики, как линии Министерства иностранных дел. Сектор обороны безопасности не трогать нельзя, потому что там назначается, особенно военный. Я говорю, военных трогать нельзя. А именно политической должности в принципе можно. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал Руслана Безяева. Там выходит блог по средам Старикова, его блог о том, как мы прожили неделю, чего ждать на неделе следующий. Очень интересный материал. У меня есть два вопроса напоследок. Один такой политический, другой, ну, вот такой достаточно, ну, как контрразведчику. Я всегда, да, вот апеллирую непосредственно вашими профессиональными достоинствами. По поводу ситуации, которая произошла с угоном украинского то ли вертолета, то ли самолета. Многие паблики написали, официально понятно, что это никто не подтвердил пока. Видео как бы нет, но все говорят о том, что есть некий летчик украинский Алексей Воевода, и вот он переправил Ка-52, и там, собственно, как бы его пригнал из Украины в Россию. Потом выяснилось, что Ка-52 у нас нет на вооружении, это как бы российский вертолет, и другие начали писать, что это какой-то СУ, и вообще там это не просто летчик, а командир звена. В общем, такая очень интересная история. В каком плане? В том плане, что ведь мы же, наш гурт, мы же, получается, провернули нечто подобное с вертолетом, потом показали этого летчика, который там... Там очень такая интересная история, имеется в виду интересная, так непонятно, что с экипажем, но летчику показали, он давал даже пресс-конференцию. Что по этому, скажем так, вопросу как бы такой зеркалки, можете сказать, и как вообще, ну как это вообще происходит, когда вот техника, да, с техникой летчик перелетает на сторону противника. На этом будут россияне пиариться, да, вот как вот мы демонстрировали этого предателя российской армии, что вот он деньги получит, и все с ним будет хорошо. Ну да, перелет летчики, это является одним из тех военнослужащих, которые очень берегут в вооруженных силах всех стран мира, и они как элиты. Если летчик совершает такой поступок, то это говорит о многом именно, если там у них элита вот переходит, то представляем, что там пехоте может произойти, да, это больше политической составляющей. Вы правильно оценили, что это зеркалки. Когда, вот тут факт был, перелета российского рулевчика в Украину, значит, грушники, грушники, грушники их не заявили о том, что он не жилец, и спецслужбам, то есть военные разведки их не поставили задачу, в общем, провести, ну они так говорили еще, это же официально никто не говорит, ну, провести проговор в исполнение за предательство. Это второе. Третье. Был ли факт, вот перелет или нет, мы, кстати, посмотрим, но если за обеспечение, то есть за, знаете, как, за линию, за статью 109, ну, за особенную часть преступлений, которые входят в криминальный кодекс, отвечая службе безопасности Украины. И одна из основных задач, это именно работников, которые курируют, так называемые авиационные части, это выявление вот изменческих намерений, и тому подобного такого рода. Поэтому давайте дождемся официально, что есть. Второе. Если это действительно произошло, то это, я так думаю, будут разбираться как по линии спецслужб, ну, и так как по линии командования. Но, опять же, опять же, где-то, где-то что-то мы не дорабатываем. Вот, я говорю, где-то какая-то есть недоработка. И вот хочу привести пример из Второй мировой войны. Вот, в каких странах не было антигитлеровской коалиции, не было подразделений, которые, ну, пятых колонн, которые воевали на стороне вермахта, ну, нацистской Германии, против антигитлеровской коалиции. В Советском Союзе были, да, вот эти, власовцы, там, везде были. А в каких странах не было? Так вот, не было, чтобы не задумывая, у поляков не было и у сербов. Понимаете? Поэтому ситуация такая. Там и вопрос, связанный с военно, опять же, патриотично, опять же, висково-патриотично выхованием. Это самое основное, что только есть. Если мы, если вот они, вот у них в крови вот это все. А если, начиная с ребенка, когда он родился, никогда его воспитывать надо, не когда он лежит уже вдоль, а когда поперек только. Вот тогда, когда будет воспитание, тогда вот эти все факты, даже в мысли не зайдешь, что можно изменить родину или можно совершить такие проступки против страны, где ты живешь, где ты родился, где эти родители у похоронены и то подобное. Поэтому для меня это, знаете, я вот, на моем опыте есть два агента спецслужб у насторонных государств, в которых, я, будучи начальником отдела и отдел, которым я руководил, имел честь руководить, мы выявили, вместе с подразделением Центрального управления СБУ провели, провели выкровальную беседу, все это, ну, все было пройдено, и они были осуждены. Так вот, я всегда, мне интересовало, почему, я вот спрашивал, почему, и не как, вот когда составляешь морально-психологический портрет таких людей, всегда вот описываешь, что-то, и где-то что-то, где-то что-то такое, знаете, есть понятие такое, признаки вербуемости. Ну, это отдельная тема, тут можно целое кино снимать. Поэтому это реально, если это действительно есть, то это не сдача в плен, сразу говорю, это не сдача в плен. Ну, вот кто, вот в плен сдался, не, 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 в плен это не сдача в плен, а это совершенно другое, это сознательный шаг, это даже не то, что, как сказать, вот наводчики там какие-то, вот эти наводчики там, это даже не то, это страшнее, это вот реально это страшнее. Поэтому для меня, для контрразведчиков, это серьезный такой звонок, который где-то надо думать, и где-то что-то он не дорабатывает. Да, ну и финальный вопрос, просто ваше, как бы, мнение, отношение. Гиркин Стрелков заявил, что пойдет на выборы. Пойдет на выборы в Российской Федерации, известной, скажем так, ну, тот человек, с которого все начиналось в Украине, да, я имею в виду ситуацию там, Донбасс, военная обстановка, вот в далеком 2014 году. Он где, он какой-то, с Лефортова пойдет, или откуда? Откуда? Это в Конституции Российской Федерации, там такое, это в Америке можно, там разрешили Трампу, там суд уже обрешил, даже если, чтобы он не отделал, он все равно умирал, даже в тюрьме может сидеть, а если народ избрал, значит, он может быть. Ну, это у них совершенно такая, такая Конституция. А я, насколько понимаю, он в Российской Федерации, чтобы себя просто заявить, чтобы о нем не забывали. А с учетом авантюриста, что он авантюрист, поэтому это, вот это она и говорит, о том, что бы не забывали, может быть, там какая-то есть. Ну, я так думаю, больше связано с авантюристическим, к чертой характер. Кстати, один из признаков вербуемости, вот это есть и авантюризм, авантюризм, то есть недоценка его, кто-то недоценил, в том числе, и следующее, это авантюристический характер. Вот хочу быть разведчиком, да, ну, там как-то. Да, вот так. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели наш разговор. Олег Иванович, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Да, пожалуйста, пожалуйста. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.